Девушки отдыхают Было грустное, уверяю вас, но уж точно не копеечное. А все знакомство-то у него было с пауком да с деревцем, что под окном выросло. Но я вам лучше расскажу про другую мою встречу прошлого года с одним человеком. Тут было одно обстоятельство, очень странное. Странное тем, собственно, что случаи такое очень редко бывают. Этот человек был взведен вместе с другими на эшафот, и ему прочитан был приковор смертной казни расстрелянием за политическое преступление. Минут через 20 прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания. Но однако же в промежутке между двумя приговорами 20 минут или по крайней мере четверть часа он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его расспрашивать. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. В шагах 20 от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм, белые длинные балахоны, а на глазах надвинули им белые компаки, чтобы не было видно ружей. Затем против каждого столба выстрелилась команда из нескольких че-солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с Христом. Выходил, остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что он еще распоряжения разные сделал. Рассчитал время, чтобы проститься с товарищами. На это он положил две минуты. Потом еще две минуты положил, чтобы подумать в последний раз про себя. А потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал 27 лет, здоровый, сильный. Прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отчитал, чтобы думать про себя. Он знал заранее, о чем будет думать. Ему хотелось представить как можно скорее и ярче, что вот как же это так? Он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то. Так кто же? Где же? Все это он думал и в эти две минуты мог решить. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи от нее сверкавшие. Оторваться не мог от лучей. Ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними. Неизвестность и отвращение от нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны. Он говорил, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль. Что если бы не умирать? Что если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? И все это было бы мое. Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил. Ничего бы не потерял. Каждую минуту счетом отсчитывал. Уж ничего бы даром не истратил. Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорее застрелили. Князь вдруг замолчал. Все ждали, что он будет продолжать и выведет заключение. «Вы закончили?» — просила Аглая. «Что?» «Закончил», — сказал князь, выходя из минутной задумчивости. Аглая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!